Ассаламу алейкум! Здравствуйте, братья и сёстры! С вами Коча ТВ, и у меня для вас сегодня будет несколько хороших новостей. Наверняка вы уже догадались, какая одна из них. Можете меня поздравить, я заболел ветрянкой впервые в жизни. Правда, не в то время и не в том месте. Те, кто следят за моим каналом, знают, что сейчас я нахожусь в Иркутске, у друга. И вот такой вот сюрприз мне преподнесла судьба. Ну, круто, короче. И, в общем, я вообще планировал лететь в Питер, так как со мной недавно связывался Алексей Новоженин, отец Дмитрия Новоженина. Это тот самый мальчик, который умер при очень странных обстоятельствах. Алексей связался со мной, я подключил Костю, мы долго разговаривали, я даже скрин сделал, могу показать, где до ветрянки. И все, вроде бы договорились, да, что сделаем хороший, качественный ролик. Я должен был вылетать в Питер. И судьба преподносит вот такой вот сюрприз, что что-то у меня начинает подниматься температура, я начинаю чесаться, начинаю потеть, мне становится то жарко, то холодно. И вышло пару таких волдырей, только на лице. Я думал, что это просто обычные прыщи, и что я сделал? Я взял их, выдавил. Потом уже, когда приехала скорая помощь, мне сказали, так делать нельзя. Я также ходил в душ несколько раз, думал, это поможет. Я просто не знал, что такое ветрянка. Я первый раз с этим сталкиваюсь. В итоге получилось все так, что я усугубил ситуацию. Теперь она у меня распространилась по всему телу. Вот такой вот я везунчик. Но сейчас я все соблюдаю. То есть там какую-то фигню мне сказали купить в аптеке. Типа как зеленки, но она гораздо лучше. Вот эта вот розовая штука. Я фотку еще сюда приложу. И там какие-то лекарства выписали. Да, сейчас все пью. И дай бог, чтобы в течение недели я восстановился и смог уже полететь к себе обратно в Москву. Да, еще раз, почему я не полетел? Потому что я не хотел рисковать жизнями людей. Ну, типа, ну, сами понимаете. Блин, уже даже рука устала. Сейчас вот так вот сделаю. Ну, типа, сами понимаете, как бы у меня ветрянка. И если я зайду в самолет и, не дай бог, кого-то заражу, да, то у человека тоже начнутся проблемы со здоровьем. И это, как я считаю, будет не очень-то красиво и благородно с моей стороны. Поэтому я решил, там, говорят, до двух недель, побыть на самоизоляции. Вот как-то так вкратце. Да, я такой временный принц Юриэль, грубо говоря. И что хочу сказать. Косте огромный респект, что он съездил. Я напоминаю, что у человека рак. И я даже, честно говоря, не хотел, чтобы он ездил. Но он сказал мне, типа, нет, я поеду. Что лишний раз вызывает у меня восхищение. Человек взял, поехал. И отснял очень хороший ролик. Потому что у нас был проработан план. Да, как все это будет сниматься, как все это будет делаться. Поэтому ему огромный респект. Сегодня на его канале, ссылочка будет в описании, выйдет видеоролик по поводу 13-летнего погибшего мальчика. Поэтому обязательно заходите, смотрите. Там действительно очень загадочная история. Сразу, ребят, хочу призвать всех, что мы не хотим на этой истории сделать какой-либо хайп, какой-либо срач и так далее. То есть мы просто показываем то, что есть на данный момент. И мы ждем просто официальную информацию от Следственного комитета. И все. Вот видите, человек идет неудобно. А я вот так выгляжу, вообще круто. Так что вот так вот. Я, кстати, с Костей разговаривал. Он сказал, что у него на поездку ушло более 15 тысяч рублей. То есть человек очень сильно ушел в минус. Ему никто толком-то не задонатил. Я лично от себя до этого ему отправил 5 тысяч рублей. И просто призываю подписчиков, тех, кто его знает, любую копеечку скинуть человека. Просто его поддержать. Потому что человек уходит в минус и делает благие дела. То есть я не призываю донатить, как я, 5 тысяч, 1000 рублей и так далее. Но хотя бы там, чтобы по соточке просто поддержать человека. Потому что он действительно делает великую работу. Да, то есть вы представьте себе, у человека и так серьезные проблемы со здоровьем. У меня-то херня, да. То есть ветрянка это вообще пустяк, да. Взял, да. Я говорю, я вообще против был, чтобы он со своим состоянием ездил туда. Но он, короче, назло мне, короче, качан я поеду. Съездил и все снял. Поэтому Костя лишний раз доказал всем, да, вот этим вот хейтерам, которые любят его затроллить, что он действительно человек с большой душой. Ну а с вами был Коча ТВ. Всем спасибо. Пока-пока. Ну а это специально для хейтеров, которые скажут, что я про ветрянку придумал и специально не поехал. То есть вот, можете посмотреть. Я думаю, те, кто знают, что такое ветрянка, не дадут мне соврать, что это действительно она. Ну, врачи, которые приезжали, сказали, что да, это она, что только она так действует. Хотя, опять же, я ничего такого плохого не жру. Да, ем основным здоровую пищу. Ничего не пью, не курю. В жизни этого не пробовал. Так что только один ответ. Реально, ветрянка, где-то я ее подцепил. Продолжение следует...